Девушки отдыхают Лежать сказали с такими осложнениями Сколько ждать еще? Я не знаю Но вообще Папа говорил, что Такие операции Быстрые не делаются Ты не переживай У тебя будет хорошо Ну правда Все-таки папа лучший кардиохирург в городе у нас Это я виновата Что малыш Родился с пороком сердца Мам, да ты что? Ты вообще ни в чем не виноват Вот ты мне лучше скажи Ты придумала, как малыша назовешь? М? Нет Игорь Борисович не винит себе Шансов почти не было Шансы есть всегда Да, но не с такой патологией К тому же наркоз это Всегда лотерея, особенно для младенцев Не случилось чудо Что ж так долго-то, а? Господи, если с ним что-нибудь случится Мам Давай я тебя лучше в палату отведу Зачем только профессор в это ввязался? Не говори Оперировать ребенка бывшей жены Представляешь, что сейчас у Игоря Борисовича начнется Раз младенец умер Мам Мама Бедная В один день потерять и братьевка, и маму Вообще ужас Там тромбоз Мгновенно все не спасли Еще и с отцом такое Мария Игоревна Как настроение? Бодрое Ну, тогда высший нос Ты не волнуйся Если что, вали все на меня Поняла? И главное Я помню, нет ничего важнее нас с тобой Кирилл Юрьевич, Мария Игоревна Вас все ждут Коллеги, мы сегодня собрались Для того, чтобы разобраться В обстоятельствах Неудачной операции Проведенной в нашей клинике Майя Громовой Девяти лет Операцию проводила Мария Анна Мария Игоревна Лукаш Кардиохирург Кандидат медицинских наук Да Это дочь профессора Лукаша Но в нашей клинике Мы разбираем все подобные случаи И ни для кого Не делаем исключения Игорь Борисович Я могу продолжать? Продолжайте, Полина Семеновна Итак, расскажите, пожалуйста Для тех, кто не в курсе Свою версию событий Ну что ж За мою красивую дату Уже выпили За тебя, Манюш За себя-то ты выпьешь Пап, я тебе уже сказала Что я сегодня пить не буду У меня конференция на носу Я еще доклад не доделала Ты что, его ночью будешь писать? Буду Ночью молодая девушка должна спать И это как минимум Вот-вот Ты, Манюша, конечно, моя надежда Отрада Это, сказать, продолжение Врачебной династии Да, пап, кстати Я хотела тебе завтра Принести первую часть доклада Там о способах лечения тахикардии Пожалуйста, ну можно хотя бы Сегодня не говорить о работе Ну дай отцу отдохнуть Я просто очень хочу Чтобы мы с тобой вдвоем Попробовали этот метод На практике Ну правда У меня же юбилей не каждый день Давай лучше о личном поговорим Ты мне скажи Когда ты мне внуков подаришь О, это точно не скоро Игорь Борисович Да ну рано вам еще о внуках думать У вас еще Свои дети могут быть Я вообще-то серьезно Меня очень беспокоит Твоя личная жизнь Шашни с женачком Который кормит завтраками о разводе Это не вариант Пап Давай как-нибудь сама Развернусь со своей личной жизнью, хорошо? Ты же у меня советы не спрашивал, правда? Как-нибудь сама Как-нибудь сама Игорь Игорь Пойдем потанцировать Пойдем Ну что, Игорь Борисович Опять вправлял мозги на мой счет Чего? Все хорошо? Коль, давай уедем Мне не по себе Чего это? Я что, ему не сын, что ли? Я чувствую себя лишней И Твой отец все время так смотрит Ну пусть смотрит Ты моя невеста, конечно Она со мной Все хорошо Полина, а поучи Николая танцевать По-моему, он своим неумением двигаться Весь в меня Лена Как давно вы с моим сыном? Полгода И вообще-то я Лариса Лариса Сколько вам лет? Судя по взрослой дочке Да, я старше Коли Мне 33, а моей Майя 9 Пытаюсь понять Малознакомая женщина Приходит ко мне на юбилей А еще с ребенком Вы считаете это уместно? Меня Коля пригласил Простите Тихо-тихо Пап Что вам нужно от моего сына? Только честно Коля, остынь Ну что ты папу не знаешь? Честные слова Мы еще все вместе Потанцуем у тебя на свадьбе Правда, папа? Угу Манюш Ну ты-то что завелась, а? Ты же прекрасно все понимаешь Он всегда такой Николькина невеста ему не та И я в зятья талантом не вышел Об этом мы вообще не говорили Че? Не говорили об этом Не говорили? Угу А ты поговори Скажи, что я уже подал на развод Что уже дата суда назначена Пусть не считает меня злодеем Я так люблю тебя Сейчас Одну секунду Спасибо Давай-ка мы выпьем с тобой Пойдем сейчас туда И всем объявим о нашей помолке Кир, ну я не буду Пойдем, пойдем Тихо Ну вот Прости Уже, считай, выпила Что? Ей плохо, что случилось? У моей приспопа Такое иногда бывает Эти таблетки вроде помогают Сердце? Угу Надо вызывать скорую Хотя она сюда быстро не доедет Зови Колю Отвезем ее в нашу клинику сами Хорошо Это что за самодеятельность? Стой Маш, правда Лучше вызвать скорую Проксизмальная Таких ордеев Пуль за 200 Скорой не успеет доехать Мария Игоревна Игорь Борис Сейчас знаю, что я делаю Сейчас, мы скоро приедем Слышишь, малышка? Майя Доченька Доченька, глаза открой Майя Майя Ничего, ничего Сейчас капельница Быстро блокирует приступ Пульс сразу понизится Маша, она сознание теряет Что мы стоим, а? Поехали Майя 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 На меня случайно Пролили вино Девушка, так, знаете Что вы пьяные Проезжаете на красный свет Рассказываете здесь историю Давайте Выходите из машины Пойдем ко мне В машине Там алкотестер есть И протокол составим Коль, ну куда ты? Что непонятно? Ну тебе же сказали Ребенок Больной машины Ты глаза развиты С войной Успокойтесь Пора Она теряет сознание Услышите вы меня Или нет В конце-то концов Ребенку плохо У него приступ Я врач Ей нужно срочно В больницу Я умоляю вас Это ей плохо Патрульный полицейский Может подтвердить мои слова Именно он на своей машине И привез нас в клинику Насколько я знаю Позже были составлены Полицейские протоколы О нарушении вами правил Да, я описала в отчете В мае сразу было проведено Обследование При пароксизмальной тахикардии Как правило Комплексные причины Мария Игоревна Здесь все врачи И нам не нужно проводить Ликбез по диагностике Коллеги У кого-то есть вопросы? Я думаю, должны быть Например, вопрос О необходимости Столь срочной операции Против которой Как известно Выступал владелец клиники Профессор Лукаш Папа, я не понимаю Чего ждать? Диагноз у моей Громовой Полностью подтвердился Ей необходимо оперативное вмешательство Иначе эти приступы Будут постоянно повторяться Не вижу причин для срочности Нет, ну конечно С этим можно жить и дальше Постоянно вызывая скорые Пытаясь сбить бешеный пульс И предотвратить постоянные обмороки Но зачем? Если можно провести Сравнительно несложную операцию Убрать патологию сосудов И Майя с Ларисой навсегда Забудут об этом кошмаре А почему в моей клинике Такие диагнозы лечатся В государственных Истут кардиологии, например Пап, ну зачем Если можно Сейчас, здесь Быстро провести эту операцию Ну в конце концов Это же не девочка с улицы Майя с Ларисой Теперь, насколько я понимаю Это семья нашего Коли Вот это ты останавливает Я сейчас правильно понял? Ты не хочешь помочь мне И близким мне людям? Николай, выйди Я только зашел Я и так постоянно по боку, папа Только ведь почему, а? А с Ларисой что не так? Она тебе лицом не вышла? А нет, наверное, кошельком Да? А ты сам не думал? Может быть Лариса и прилипла к тебе Потому что ей нужно Проблемы своей дочери решить Пап, ну зачем ты так? А сам ты сопляк Ей и не нужен Не думал? Ну да, я забыл Ты же нас всем добра желаешь А я тут такой сынок неудача Не стал врачом, как папочка Ну мозгов-то у меня точно больше, чем у тебя Это да Ты же меня поэтому Машкину маму И братика нашего Сильно им помог Ну да Что ты еще мог мне сказать? Тебе ж плевать, что Майя может умереть Тебе вообще плевать Да прекратите вы оба! Коль, ты тоже не прав Значит так Диагноз девочки Это моя специализация Поэтому операцию проведу я В конце концов Я здесь тоже имею право голоса Ведь так Папа Папа Галина, здесь не детский сад Понимаешь? Здесь частная клиника С санитарным режимом Вы простите Не с кем было оставить Садик на карантине А муж ищет Тимке нехорошо Можно его осмотрят? Начинается Дайте воды напиться А то переночевать нигде Галя Твое дело здесь Поддерживать чистоту А не изображать из себя ВИП-клиента Подойдите, пожалуйста К моему кабинету Я сейчас подойду И осмотрю ребенка Спасибо Пойдем Неужели так обязательно Самоутверждаться За счет персонала Неужели так необходимо Учить меня жить Я, между прочим Зам. директора клиники А не девочка на побегушках И у нас не богадельня Мария Игоревна Кстати Не хотите проведать Свою пациентку Громову Она же кажется Ваша по туже Спасибо, Полина Семеновна Я разберусь Подождите Я сейчас подойду Валерий? С сегодняшнего дня Галина у нас не работает Она уволена Чтобы я больше ее не видела Я понимаю Что операция несложная И знаю И знаю Что она действительно нужна Просто Какое-то предчувствие Странное Ларис Не переживай Кто, как не мама Должен быть уверен Что все получится У моей даже шрама не останется Спасибо большое За все, что ты делаешь Правда, спасибо Маша Слушай, я рассказал Ларисе О твоей маме И братике Прости, но Она тоже так доверила Иначе бы она не позволила Отцу Ты уверена, что это нужно? Да, я уверена А по поводу Мамы и братика Там была совсем другая ситуация И очень Очень сложный диагноз Папа тогда сделал все, что мог Но он же не волшебник Чтоб все предвидеть А ты Ты сможешь предвидеть сейчас Все Коля Субтитры сделал DimaTorzok Маш, давление падает Вижу Что это? Реакция на наркоз? Что происходит? Не знаю Надо что-то делать Что ты стоишь, Кирилл, поднимай Дексон 4 Отойди Отойди Что там? Операцию нам пришлось прервать Всегда есть моменты Которые невозможно предугадать Неприносимость наркоза Выявилась во время операции Ты говорила, что У Майи нет Аллергии на препараты Анализа тоже Этого не выявили Но Начался отек И шоковая реакция На данный момент Майя находится В состоянии медикаментозной комы И что, по-твоему Лара в этом виновата? Это же вы Вы, врачи Вы должны были Видеть анализы А когда начнется? Ты же сказала Что это простая операция Что все будет хорошо Лара! А я предупреждал С самого начала Мне это не по душе было Но нет Ты же у нас привыкла Все по-своему делать Папа При чем здесь папа? Ты ошиблась Ты разбирайся Я буду разбираться Ты хотя бы Анализы видела? Ну если у девчонки Такая реакция Значит наркоз не подошел К Тараненко Много вопросов Это я настояла На этом наркозе Значит вы оба хороши Ну он же анестезиолог Он же мог хотя бы Но я не знаю Папа, я тебя прошу Но мне и так плохо А ты думаешь Я тебя по головке Гладить буду? Жалеть? Через такое Каждый хирург проходит Так что давай Вытягивай себя сама Раз пришла в эту профессию Алина Семеновна уже предупредила Что будет комиссия Из министерства приедут Разнос нам давать Правильно С меня вообще спрос втройне Это я во всем виновата Да в чем, Маш Ну ты поговори с другими врачами Статистику посмотри У всех такое случается И не раз Не могу понять Где ошиблась Судя по анализам Не должно было быть Такой реакции И наркоз хороший Проверенный сто раз Слушай А может это все же Человеческий фактор Ты же знаешь Нельзя оперировать Близких людей Да она мне не близкая Эта девочка То есть Ну Я просто хотела Да нет Я могла Могла ей помочь Не понимаю Только на нервы Это нельзя списывать Нет Я должна понять В чем я ошиблась Тихо-тихо Ну тишь А хочешь Вали все на меня Ну Ну потеряю это место И ладно Другую работу найду Господи Кирилл Ну при чем здесь это Ты вообще не виноват Ну вот Это копии Анализов девочки Из чего видно Что Из чего видно Что Самая очевидная Причина В ошибке С дозировкой Наркоза Возможно Не вполне Грамотные действия Анестезиолога Простите Можно я скажу Я несколько раз Штудировала анализы Можете почитать Мой отчет Об операции Уверена Что Кирилл Тараненко Не виноват Случившимся А кого вы хотите Обвинить Случай Лабораторию Никого Я признаю Свою вину Моя ошибка В излишней торопливости В подготовке к операции Я недостаточно Внимательно Отнеслась К показателям Которые были На границе нормы И не учла Возможную реакцию Организма Прошу меня Как ответственную За операцию Наказать И вынести Мне Взыскание Коллеги Ну тут все ясно Вопросов больше нет Ни у кого Надо принимать решение Ну я считаю Что самое оптимальное Решение Это временное Отстранение Марии Игоревны От операции Я не возражаю Да И возможно Пока переход От практики Да На практике Я хотела бы Продолжить лечение Мои Громова Ее реабилитацию И подготовку К следующей операции Которая она по прежнему По жизненным показателям Нуждается Мария Игоревна Это исключено Опыт показывает Что девочкой Должны заниматься Менее заинтересованные врачи Нет Девочкой буду заниматься Я и только я Послушайте Я уже Прилюдно Признала свою вину Свою ошибку Полина Семеновна Чего вы отметь хотите Что вы за суд устроили Честное слово Коллеги Это уже какой-то Переход на личности Кому-то нужно Просто подлечить нервы Мария Игоревна Вы можете идти О результатах комиссии Мы сообщим вам дополнительно Стучаться надо Ну да В общем Решением комиссии Единогласно Тебя отстранили От операции И от лечения Громовой Игорь Борисович Меня послал тебе сказать Ну Маш С другой стороны Отдохнешь какое-то время Нервы подлечишь Отдаваться подумай Ты представляешь Как он переживает Все это Это же его клиника Его дети Я вообще боюсь Чтобы на его здоровье Все это не отразилось Но ты же хочешь Чтобы он был счастлив Вон пошла Пойду Кто-то же должен Выстанавливать репутацию клиники После такого ЧП Малюш Ну ты что? Все еще сердишься На свою тетку За что? За то Что не заступилась За меня? Или за то Что пришла на это Судилище Да ты пойми Когда к нам В Минздрав Сигнал пришел О том Что здесь у Игоря Практически детей убивают Я была вынуждена Лично приехать Послушать Разобраться Да я все понимаю Правда Папина Полина Навела шороху Такой спектакль Из этого устроила Я не понимаю Почему папа-то молчал? Ну знаешь Ты это вот Губы-то особенно не дуй Потому что комиссия приняла Верное решение И нечего тебе тут сердиться А отдохнуть Тебе действительно Надо И ты туда же Я должна вылечить Майю Я знаю какие препараты В какой дозировке Да я каждый ее показатель Наизусть помню Вот и хорошо Вот и хорошо Вот и составь Протокол лечения Так меня от лечения Тоже отстранили Тетя Дин Нет Ну я разберусь Здесь же явно Что-то не то То ли с наркозом То ли с анализами Я уже думаю На бракованную Поставку препаратов Вот и разберись И докажи А вот это Разбрасывать обвинения Знаешь ли Это тебе не шутка Я докажу Тетя Дин Простите пожалуйста А здесь остановитесь Я выйду Ты с ума сошел Пьяным за руль садиться Это нормально вообще Пошел ты я сам Ты меня пойдешь Далеко не надолго Ты понял Я тебе такое устрою Эй Вы что делаете Отпустите его Ставьте меня в покое Лучше ребенку помогите Вы его убьете Угомонитесь Вы скорую вызвали Да вызвали Мы все вызвали Идите лучше Вот в машине Там ребенок пострадавший Давайте быстро Пустите его Я отпущу ее никого Потому что я здесь Понял Похоже ничего серьезного Но все-таки Лучше съездить в больницу Чтобы исключить стрясение Не переживай До свадьбы заживет Я смотрела мальчика Видимо ничего страшного У него нет Ну и что мне теперь Этому призы Это дать что ли Ну что ли Я просто сообщила Не надо мне ничего Сообщать Спасибо Послушайте Почему вы со мной Так разговариваете Потому что не надо Попадать под горячую руку Да вы вообще Неадекватно себя ведете Вы в курсе Потому что я знаю Что бывает Когда пьяный выдох Садится за руль Видел кое-что в жизни Помогли Спасибо До свидания Так Что расстелся Вон скорый И Резай Сейчас тебя свидетельствуют Потом В отделение Продолжение следует Я так благодарен тебе что заступилась на комиссии Твой отец реально хотел Меня уволить Хотя столько лет Мы бок о бок Отработали А мне сейчас Совсем нельзя Без работы оставаться Там и понимаешь Разбудут Жена тоже Ищу Удумал Отступных От меня требуют Тебе деньги нужны? Я что, Альфонша, что ли? Знаешь, что мне нужно На самом деле Я хочу развестись поскорее И жениться на самой красивой Женщине на земле Да еще на Самом талантливом Враче Утешай меня Утешай Меня сегодня С работы ушли Да ладно Манюш Скоро все это уже забудется Через год Очередь из пациента Будет тебе стоять Ох, заливайте, Кирилл Юрьевич Тоже станешь Профессоршей А я, значит, стану Скромно называться Мужем Профессорши И тебя такая роль устроит? Устроит И главное Чтоб ты рядом была Может, прав, отец И действительно Пора думать О семье Детях Ну, конечно Ну, конечно Троих не родишь Это минимум Ну, ты же знаешь, что я боюсь Ну, вся эта история с мамой связана Как же такая на меня нежная Да чувствительная В медицину-то пошла Вот потому и пошла Чтобы всех вылечить И всех спасти Меня спасешь? Ну, правда, мне сейчас очень нужна помощь Очень нужна твоя Я так мало о тебе знаю Ну, это же прекрасно У нас с тобой еще Вся жизнь перед ним Троих не обещаю Но по поводу одного Точно подумаешь А я тебя не тороплю Ах, вот черт, а Что случилось? Мне к Журцу надо ехать Не обижаешься на меня Нет Я тебе обещаю, Манюш Завтра никаких держишь Здрасте Привет В ремонт что-то сдать хотите? К другому мастеру обратитесь Я занят Здрасте Что ты хочешь? Коля, я все понимаю Правда Я пришла, чтобы спросить Точнее, сказать Я буду продолжать контролировать Лечение, Майя и реабилитацию Ну, если вы С Ларисом, конечно, не против Ну, что ты так смотришь на меня? Пожалуйста, не злись А на что он не злится? Ну, то, что послушал тебя Доверился тебе А теперь Ларисовна дочка Лежит как Как овощ И непонятно, что с ней будет дальше Или ты этого не знаешь? Или, может, ты не знаешь, что Папаша Наполина сказала Что в этой клинике Ничего за бесплатно не будет? Нет, этого я не знала А теперь знаешь Только у меня и у Ларисы Таких денег в помине нет А у отца подачек Я просить не буду Это понятно Разумеется, все расходы На лечение Майя Я беру на себя Да, это мои расходы Не жди, что я сейчас начну с тобой обниматься Да я и не жду Здравствуйте, Мария Игорь Привет, Валер Простите, но был приказ о вашем отстранении Я не могу вас пропустить Ну, правильно На меня ведь отстранили А не уволили Да, но Полина Семеновна Запретила вас пускать А, Полина Семеновна Ну, тогда, конечно Валерия, а как была Так и остаюсь Владелицей клиники И с Полиной Семеновной Обсажу ее приказы сама Хорошо? Да Вы, конечно, можете поставить еще роту охраны Обклеить всю клинику приказами о том, что меня нельзя сюда пускать Но я все равно буду сюда приходить И контролировать лечение Майи Громовой Сохранное, надеюсь, недоразумение Ну, конечно Он меня просто не так понял Все расходы, связанные с пребыванием Майи в клинике Разумеется, я беру на себя Но вот то, что вы решили брать с Ларисы деньги Это гадко и подло Игорь Борисович У нас частная клиника У нас персонал на балансе И большое количество расходов Вот Протокол лечения, который я лично составила Прошу неукоснительно его выполнять Мария Игоревна Вас кто-то назначил главврачом? Кто, простите? Пап, когда Майя придет в себя, прооперирую, пожалуйста Игорь Борисович Я прошу вас провести операцию Майи Громовой Когда она выйдет из кома Пообещайте мне, пожалуйста Ничего я обещать не буду Это не в моих правилах Именно в ситуации с Майей, пап, я про... Я прошу пообещать Хватит давить на отца Игорь давно не оперирует по знакомству И ты это знаешь И почему ты себя ведешь так, как будто тебе кто-то что-то должен? Игорь Борисович, вот здесь, пожалуйста Мария Игоревна, свои заявления подавайте письменно, пожалуйста Или через секретаря Тебе нравится смотреть, как она меня унижает? Полина Семеновна Не трудитесь больше так Не пишите новых приказов Я увольняюсь Всего вам хорошего И вам, Игорь Борисович Знаешь, пап, как это называется? Предательство Вот такой вот простой диагноз Игорь Борисович Субтитры создавал DimaTorzok Да, тетя Дин. Правда, уволилась. Да потому что. Начинаю новую жизнь. Тетя Дин, у меня к тебе просьба. Ты уж как-нибудь проконтролируй, как здесь мое лечить будут без меня. Я папе протокол оставил. Угу. Какая вакансия? Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь мой диплом, лицензия и некоторые данные о научных работах. Ну, диплом есть и отлично. Значит, вы дочка профессора Лукаша. А в его клинике что ж не сложилось? В его клинике я провела неудачную операцию и комиссия была отстранена от работы. М-м-м-м. Бывает. Юлия Ивановна, там на входе уже целая очередь. Осмотреть больных некому. Дежурные в своем приеме зашиваются. Сейчас я приду. Что вы панику поднимаете? Подождут. Вот видите. Врачей. Острая нехватка. Идите и оформляйтесь на дежурного участкового. Но учтите, Анна-Мария, никаких привилегий, как у дочери Лукаша, не будет. А мне не нужны привилегии. Мне нужна работа. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, Маша доктор, поехали. Вызовов-то не боюсь куча. Ну присаживайтесь. Музыка 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 Простите, вы не могли бы сказать код от двери? Я врач, у меня в девятую квартиру. В девятую? Я вас не звал. Ну, так я, собственно, не к вам. Я к Александру Бычкову. Откройте? С вчерашнего вечера температура, а ночью под сорок была. Что ж вы скорую-то не вызвали? Так мы компрессами сбивали, свечками, а скорой что? Я же в одного в больницу не отправлю. А мне куда? Ты что, перевела на компрессы весь спирт? Витя, Витя, иди, ляг. Витя, иди. Ну-ну-ну-ну-ну. Варлышко покажешь? Да, Витя, тебе не нравится палочка? Да какой ты молодец, и палочка не нужна шире. Витя, Витя, иди, лягся. Это только переводняк спирта. Где ж ты ангину-то умудрился подхватить? Мороженое упереял. Зынь. Витя, иди, лягся. Это только переводняк спирта. Витя, иди, ляг, перед доктором неудобно. Да я вообще в своем доме. Пусть убирается все за матерь. Так, вы сами успокоитесь или укол сделать? Так. А мы тебе сейчас вкусный-вкусный сиропчик выпишем. И не будет у тебя горлышко болеть. Как Ватя вот. Маша-доктор. Маша-доктор-хорошо. Спасибо. Он руки распускает. А вы терпите? А что делать? Заявить. Снять побои. Вы что, на муж заявить? Тем более, он когда не пьет, он ведь не такой. Он помогает. Он надежный очень. Он работу потерял. Цех их закрыли. Вот он сам и потерялся. Ну, тогда лечите его. А у Сашки ангина. Фолликулярная. Это серьезно. Вот я выписала рецепт, антибиотик и еще лекарства. Там что-то будет бесплатно. Спасибо вам большое, доктор. Спасибо. Лара, ну как у вас? Ты что, плакала, что ли? Лара, ну не молчи, а? Ей хуже, что ли? Без изменений. Покажи ее, пожалуйста. Лара, ты не плачь, слышишь? Врачи что сказали? Она нас слышит, чувствует наше настроение. Да? Не буду. Привет, тетя Дин. Манюш, привет. Ну, рассказывай. Как у тебя прошел первый рабочий день? Четырнадцать вызовов. Но я успела. Ну, какая ты молодец. Не жалеешь? Да нет, ну что ты. Такая практика. И потом, все детки разные. У каждого свое. А что отец? Не звонил? Значит, ты сама ушла? Ты сама ему и позвони. Да нет, спасибо. Мне с ним говорить не о чем. Ладно, тетя Дин. Спокойной ночи. Мне еще кое-что доделать нужно. Спокойной ночи, Манюш. Угу. Мама. Мама. Деньги от мамы. Мама. Мама. А ты что здесь делаешь? Подожди, мы же с тобой виделись в клинике. Ты сын Галя, правильно? Да. Ты как, где мама? Не знаю. В смысле не знаю? Она ушла? Да. Так. Ну и что нам теперь с тобой делать? Я не знаю. Вот и я не знаю. Ну, в гости ко мне пойдешь. Да. Ну, хорошо. Тебе жарко, наверное, уже взобрело весь. Давай шапку снимем. Опа. Пойдем. Игореш, все как ты любишь. Сделала тебе чай, принесла сосуды расширяющие. Тебе прям чай в лителе, ты отдельно выпишешь. А на что? Вот еще сосуд твой, как ты любишь. Три магазина объездила, пока нашла. М? Манюша все правильно расписала. По анализам. Громовой сначала нужно вот эти показатели в норму привести. Игорь Борисович. Игорь Борисович. А вы помните, что вы не в клинике, а у себя дома. И у вас есть пациентка, которая очень-очень-очень-очень соскучилась. Ей срочно, ей срочно нужна ваша врачебная помощь. Чем же я, так сказать, могу помочь? Ну, например, вы можете выписать этой пациентке рецепт. Поставить на нем свою подпись. В ЗАГСе. Полин, ну ты опять об этом. Ну, как-то в моем возрасте неудобно по ЗАГСам шастать. Зачем тебе это? Ты правда не понимаешь? Мы в отношениях уже больше года. Я хочу статус. Я хочу замуж. Я хочу твою фамилию. Ну, не обижайся. Игорь, а если обидно? Если очень обидно. Или фамилию Лукаш могут носить только очень-очень талантливые медики. Только твоя дочь. Да? Да? Простите, сама не люблю женские капризы. Просто я очень хочу стать твоей женой. Потому что я очень тебя люблю. Спасибо. Да, Полин, проследи, чтобы персонал соблюдал этот протокол. Это очень важно. Да, разве же я против? Или ты злишься из-за того, что я эту Громову поместила на платное лечение? Так у нас клиника, а не богадельная. И то, что твоя дочь решила все это оплачивать сама, так это ее личное... Давай закроем эту тему. Она сама делает ошибки. Она сама их исправляет. Я не буду в это вмешиваться. Ты, кстати, знаешь, что она устроилась обычным педиатром в районку? Знаю ее характер, я не удивлен. Ты, я к тому сказала, что тебе не о чем волноваться. Твоя Маша не пропадет. Подожди, он у тебя ночевать что любит? Ну, если его мама не объявится. Какие варианты? Да, делаю. А что вообще делаю в таких случаях? Ну, не знаю. Мне кажется, надо полицию вызывать. Маму в розыск подавать. Парня в приют куда-то, не знаю. В приют? Да нет, мне кажется, Галя должна объявиться. Но если нет, действительно, потом в розыск. Тебя напоишь? Даже ужином накормлю. Манюш, ты в очередной раз подтверждаешь высказывание о том, что талантливый хирург не может быть посредственным кулинаром. Спасибо, дорогая. Мне очень приятно. Очень вкусно. На здоровье. Только про хирургию мы теперь забываем. Я теперь педиатр. Манюш, ну, перестань. Все наладится обязательно. Лишние эмоции уйдут, все будет хорошо. Не уверена. Я даже не знаю, когда теперь смогу к операционному столу подойти. Когда Майя придет в себя, надо будет найти хирурга, который исправит мои ошибки. Ох ты, и самоед. Кстати, я тут узнал, что ты будешь платить за Майю Громова в клинике. Так? Буду, конечно. Как же иначе? Это ведь мой долг. Долг кому? Самой себе, Кир. Самой себе будешь платить? Тебя же долю в клинике. Буду переводить в бухгалтерию. И потом у меня только 10 процентов, Кирилл Юрьевич. Манюш. Манюш. Ну, если она там и долго пролежит. Ну, сколько пролежит, столько и буду платить. Ну, я тебе уйдю, конечно. Отдам свою долю в качестве компенсации. Продам. Кир, ну, не сейчас, Кир. Ну, правда, Кир. Ну, не время, ну, не сегодня. Ну, все, я пошел. Пока. Пока. Галь, ты, пожалуйста, успокойся и расскажи, что все-таки случилось. Нас из квартиры выгнали. Мне после увольнения нечем платить стало. Мы ночевали на вокзале. Ну, а как ты мой адрес узнала? Мне Леночка из отдела кадров дала. Только вы ее не выдавайте. Не буду, не волнуйся. А почему тогда вы сразу не пришли ко мне? Стеснялась. А потом решила, что не прогвоните. Вот и пришли. Пришли сюда, а я смотрю, паспорта нет. Был в кармане. Я побежала, думала, где-то во дворе выронила. Тимке сказала ждать в подъезде. Но паспорт видно. Еще в автобусе украли. Ну, ты не расстраивайся. Сейчас все документы можно быстро установить. Я же иногородняя. Прихожу, а тут и Тимки нет. Тут шел Кирилл Юрьевич, вот я и спряталась. Так зашли бы вместе. С ним. Ты что его боишься? Так, ладно. Утро вечера мудренее, как говорится. Документы можно восстановить, а с работой и жильем это все решаемо. Допивай чай, а я тебя поселю. Спасибо. Так, только давайте вначале заедем на лесную. Три мы там вчера были. А что, случай какой особый? Да и нет, там просто отец пьющие руки распускает. Мать в положении все терпит. Мальчишку жалко. Слушай, а давай мы начальнице ничего не скажем. Ну, она и так уж след фырчит. Ты у нас, Маша, доктор, девушка с характером, а наша Львовна норовистых не терпит. Ну, жаль будет, если сожрет тебя. Да еще чего, зубы обломает. У меня уже есть опыт работы с теми, кому я поперек гору. Да, вот только в эту веселенькую квартирку я тебя одну не пущу, с тобой пойду. Так, антибиотик купили, вижу. Начали давать. Жаропонижающая где? Не знаю. А мама где? Ей надо было отойти. У нас просто папа приболел. Понятно. Так, хорошо. Вот, оставлю вам жаропонижающие, дашь ему две чайных ложки, сразу станет легче. Значит, так-то. Ну что, Сашка, скоро выздоровеешь. Я не понял, вам что ж здесь? Двор проходной? Папа, иди ложись. Пошли. Где мама, я ее жду. Вам капельницу нужно. Ты не умничай, и вали отсюда. Еще деда с собой какого-то привела. Ты хоть ноги вытер, дед? Ты че, парень? Глаза залил? Иди, он лучше проспит. Я сейчас просплю. Вы что делаете? С ума сошли! Венемин Степанович, что? Рука. Больда. Ну что, успокойтесь теперь, да? Так он сам. Давай. Кажись, отъездился. Здрасте, Люся. Здрасте. Ну что, будете подавать на моего Виктора? Может, как-то можно деньгами решить? У меня, правда, сейчас нет, но обещают, что скоро декретное заплатят, и я сразу же вам дам. Люся, успокойтесь. Никто и не думал на вашего Виктора заявлять. И денег, конечно, никаких тоже не нужно. Спасибо большое. Успокойтесь, хорошо? А, да. Видите, он просто на моих глазах катится в пропасть, а я не знаю, как ему помочь. Ну, хорошо. Давайте так сделаем. Я в следующий раз к вам приеду, привезу с собой капельницу. Мы попробуем его уговорить. Спасибо вам большое. И не переживайте. Мне нужно идти уже, простите. У Вениамина Степановича вывих, он пока водить не сможет. Да уж понятно. Многовато самодеятельности, Анна Мария Игоревна. Мать Терезу из себя не надо изображать. А я не изображаю, я работаю. А что касается временного водителя, то я бы сама ездила, только у меня сейчас прав нет. А где же я тебе нового водителя возьму? Кто же на такие гроши пойдет? Придется на своих двоих. Я не буду успевать. Извините, но особых условий у нас пока нет ни для кого. Или так, или обратно к папе под крылышко. Оформляем увольнение? А я справлюсь. Анна Мария. Запомнил ваше имя с протокола. Редкая. Что? Пришли убедиться, что злостная нарушительница закона наказана? В смысле? Вот. Довольна? Решение прав на год. Штраф. Деньги-то ладно, бог с ними. Вот право мне бы сейчас очень пригодились. Но благодаря вам я теперь долго не буду водить. Рады? Ну вы тоже рады. Меня уволили. Помните этого ублюдка, Мажора Пьянова? А, это которого вы чуть не избили? Да лучше бы избил, если бы знал, что уволят. У него папаша оказался влиятельный чиновник. Так, шум подняли и все, теперь я без работы. Поздравляю. Спасибо. Может вас подвезти? Совесть мучает. Подвезите. Подвезу. Выезжайте здесь. Я вот такую же бумажку получу. Любится на велосипеде кататься? По каждому большому. Типа того. Вы, наверное, думаете, правильно меня уволили, да? Потому что я на того мажора бросился. Наверное, думаете, что я вообще на людей бросаюсь. Не без этого. Из-за такого же ублюдка, как он, погибла моя жена. Она водитель была не очень уверенной. А он в шашечке тогда решил поиграть. Подрезал ее, она вдарила по тормозам, не справилась с управлением. И все, нет у меня жены. Все, чего я смог добиться, это лишение прав и штраф. Все. Поэтому я на дух не переношу, когда пахнет алкоголем, понимаете? Просто у меня как красная тряпка, не соображаю ничего. Ну, я же тогда не пила. Да я знаю, что не пили. Я бы вообще не разговаривал. Моя ж, представляешь, а Коля мне предложение сделал. Хочешь, чтобы мы свадьбу весной сыграли? Такое смешное, расписывает, как ты нам будешь кольца нести, как у нас с тобой будут венки из полевых цветов, одинаковые на голове. И мы с тобой будем самыми... Здравствуйте, Игорь Борисович. Здравствуйте, Лариса. Мне уйти? Вы мне не мешаете. Скажите, а про свадьбу это правда? Так Коля просит меня рассказывать, чтобы положительные эмоции были у Майи. А то я все рыдаю над ней, он меня ругает. Мы пока не собираемся. Пока Майя такая. Игорь Борисович, а вы мне позволите остаться с дочкой? Я могу полы мыть, если надо. Везде. Никто вас не прогоняет. Я просто здесь просиживаю целыми днями, а так, так хоть с пользой буду. Тем более, я знаю, у вас вместо уборщицы освободилось. Лариса, вы извините меня за мое поведение тогда в ресторане. За обидное слово. Просто я очень переживаю за Кольку. Толком не растил, а у него спитывал, вот и болит душа. Игорь Борисович, я вас везде ищу, у нас же там дел бумажных завалов. Вы всем нужны? Мне особенно. Да, иду. А вы оставайтесь. Ну, и где твой бумажный завал? Открывай. Что это? Вот тебе сюрприз. Открывай, открывай. Вот. Одиннадцать недель. Первый скрининг показал, что плод развивается нормально. Я не говорила раньше. Хотела после скрининга, чтобы быть уверенной. Игорь, ты совсем не рад? Я понимаю, что это может быть неожиданно, и как-то вот ты этого не хотел, но... Правда же хорошая новость. Лучше. Ну вот, тогда у нас будет повод и в ЗАГС ходить. Ты же не хочешь собственного ребенка, сыновленный. Ну ничего. Кирилл... Да нет, пока еще здесь. Кирилл, ну как ты себя представляешь? А что, людей должно на улицу выгнать? Да. Увидимся, увидимся. Хорошо. Галь, да, что-то случилось? Нам надо жилье искать. А, ну, так я помогу найти. Я же вас не выгоняю. Ты поэтому плачешь? Федя, муж мой. Что Федя, муж? Подожди, ты говорила, что он был в ответе, вернулся? Он пропал. Я думала, что он домой поехал, что связи нету, или телефон разрядился, может быть, украли. А он домой так и не вернулся. Это значит, что-то случилось. Подожди ты, Галя, не реви. Успокойся. Давно пропал? Больше недели. Он у вас в больнице работал, курьером. И знаете, он мне говорил, что там, что там что-то нехорошее. Плохие дела там делают. И то, что вас уволили, может быть, тоже из-за этого. Ну, подожди. Во-первых, я сама уволилась. А во-вторых, какие плохие дела кто делает? Галя, ты понимаешь, такими словами не бросаются. Вы меня простите, я сама сейчас не понимаю, что я говорю. Я просто не знаю, что мне делать. Не реветь. Успокоиться и взять себя в руки. Ребенка испугаешь. Привет. Ты Михаил Самохин, правильно? Ну? А взрослый есть? Отец работает. Я взрослый, если что. Понятно. Ты доктор? Не видно? Я войду. Проходи. Врача на дом сам вызвал? Ну да. Через интернет. А что если на коляске, то немышлен сразу. При чем здесь это? Знаешь, ты совсем не похожа на доктора. Серьезно? Ну, мажориста слишком. Обычно другие тетки приходят. Даже не знаю, как это воспринимать. Как комплимент или как оскорбление. Ладно, рассказывай. Анекдот? Ага. Потом можно и анекдот. А сейчас на что жалуешься? Кашель давно? Ну, прилично. Уже две недели как. Я тебя послушаю. Так, дыши. Глубоко. Кашляй. Ух ты, какие хребты, а. Рентген бы тебе, Михаил Самохин, сделать. Отец тебя сможет отвезти? Ну, он обычно допоздна работает. Ну, хорошо, в таком случае я принесу тебе сегодня все необходимые лекарства, только попозже. У тебя еда-то есть, шутник? Ну, короче, есть такая штука, называется доставка еды. Хочешь, научу? Ну, давай. Ну, короче, берешь телефон, набираешь номер и все у порога. Потрясающе. Здрасте. Здрасте. А вы ко мне? Нет. Слушайте, я все думаю, почему мне фамилия кажется знакомой. Я была у Михаила Самохина. Осматривала его. Он сказал, что отец будет поздно, поэтому я ему лекарства несу. Поздно, значит, сказал, да? Юморист. Нашли работу? Ну, вот так, сую понемногу. Понятно. Кстати, если доведете меня до поликлиники, сразу отдам вам направление на рентген, Мишке нужно его сделать. Ну, или могу оставить у охраны. Да нет, нет, я отвезу. Спасибо. Понимаете, кажется, район-то у нас небольшой, как начнешь бегать на своих двоих, кажется, огромный. Вы тогда Мишке лекарства отнесите. Нужно, чтобы он скорее начал их принимать. А я здесь подожду. Спасибо большое. Да, я сейчас... Вы знаете, Мишка ведь в той самой аварии, в которой погибла моя жена, поломался. В позвоночник? Да там всего-то только не нашли. В больницах жили буквально. Я с тех самых пор и ненавижу пьяных взорвлён. Понятно. Мишку не пытались поставить на ноги? Пытались, конечно, но от операции пришлось отказаться. Почему? Сказали, сердце не выдержит. Не проснётся после наркоза. Я как детский кардиохирург должна сказать, что подростки очень часто перерастают свои диагнозы. Поэтому в вашем случае я бы настоятельно рекомендовала полностью пройти повторное обследование. Да вы понимаете, для Мишки каждый поход к врачу это буквально травма. Я очень за мной переживаю. Да ну бросьте. Взрослый уже совсем парень у вас. Крепкий. Мне кажется, вы должны сделать всё, что в ваших силах, чтобы он снова смог ходить. Обязательно. Хорошо. Хорошо. Я вам верю. Я открою. Хорошо. Здравствуйте. Наша доктор. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, как Сашка? Он много лучше. Спит, как сырок. Я вот капельницу принесла, как обещала. Давайте попробуем поставить. Ой, даже не знаю. Ну, вроде был не против. Тогда попробуем уговорить. Хорошо. Проходите. Ну вот. Всё хорошо. Сами потом спасибо скажете. Угу. Конечно. Послушайте, давай прекращать этот цирк. Так, лежите, пожалуйста. Катетер может выскочить. Вы вон Сашке моему уколы делайте. А не надо тут это всё. Вить, пожалуйста. Папа, прекрати тебя как лучше хотят. Угу. Или вот этой вот заботой, припадочной, сделайте ей укол. Виктор, лягте, пожалуйста. Мне больно. Ну что вы делаете? Мне не больно. Все тут надо мной издевают. Тихо, тихо, тихо. Лежи спокойно. Скажи спасибо, что здесь с собой кто-то носится. На чешу я сверну, чтобы не мучился. Рад их не мучил. Ты понял меня? Да. Еще раз, если на кого-то поднимешь руку, убью. Честно говоря, методы грубой физической силы, да еще при детях, мягко говоря, не очень педагогично. Ну, так получилось. А вы меня не помните? Не узнали? Ну, вы же папа Миши Самохина. Да. Я его одноклассница, бывшая. Женя Бочкова. Миша так и не будет ходить в школу? Мы просто думали, он на полгода на домашнем обучении, а он все не появляется. Ну, школа-то, конечно, вряд ли. Мы с ним в соцсетях переписываемся. И как-то хотела с ним лично увидеться. Пишу-пишу. А он как-то от ответа увеливает. Могу ли я его навестить? Слушай, дело не в тебе, но вряд ли Миша захочет. Прости. Ну, простите, Миша, я так ворвался. Просто, ну, вы долго не выходили. И потом я не думал, что у участкового, у педиатра бывают такие проблемы. Ну, тот случай не совсем рядовой. Ну, видно, что человеку еще можно помочь. Близких жалко. Поэтому нужно же было попробовать. А давайте я вас возить буду. Как-то хочется вас за Мишку отблагодарить. Ну, только я не весь день могу. Хорошо. Если хотите, могу помочь с оформлением к нам на работу. Но вы же понимаете, что нам платят практически копейки. Ну, что? Давайте попробуем. Давайте. Да, Петр, у меня еще есть к вам просьба. Вы же в полиции работали. У вас, наверное, остались какие-то связи, да? Да, да. Что случилось? Очень хочется помочь одной моей знакомой. Она иногородняя. У нее украли паспорт. И муж куда-то исчез. В общем, мне, конечно, очень неудобно. Но я просто не знаю, к кому еще можно обратиться. Вот вы кардиохирург. А я раньше работал следователем. И после аварии перевелся в постовую службу. Думал, буду отморозку в каминдаду говорить. Полегчает. Не полегчало. Можешь что-нибудь придумать? Большое спасибо. Собакаш, не за что. Коль, привет. Прости, если поздно. Мне нужна твоя помощь. Это касается моей. Мне только что на электронку пришло письмо с неизвестного адреса. Написано, что меня подставили. Поможешь разобраться, кто прислал? Спасибо. Вот, с медом и корицей, как тебя любишь. Спасибо. Что это? Смотри. Вот этот анализ был взят Майе сразу после операции. Ну, такие правила. Судя по показателям, ей был вколот вообще не тот наркоз. То есть, в ампуле было не то? Именно. То есть, на каком-то этапе произошла подмена. Надо понять, кто и почему это сделал, и почему я не получила этот анализ. И кто прислал мне в итоге его на почту. Маша, а мне что нужно понять? Что из-за вашего бардака в клинике Майя теперь может умереть? Да ты что, с ума сошел, Коля? Она не умрет. Не говори так. Вот. Я сделал то, что ты просила. База данных с анализами вскрывается на раз. Отцу, кстати, скажи, что зайти ей поделать ничего не стоит. Да я с ним не общаюсь. Ага, вижу. После операционной анализы. Я скинул тебе все это на почту. А вот это адрес, с которого тебе пришло письмо. Галя. Какая Галя? Галь, давай только без слез, ладно? Просто объясни мне, зачем ты мне прислала эти анализы? На почту, тайком. Где ты их вообще взяла? Из урны вытащила. Еще когда в клинике работала. А вас тогда за неудачную операцию ругали. Я увидела имя Майи Громовой и сфотографировала. Ну а что ж ты мне сразу их не показала? Ну вы же сами сказали, что не надо тень на людей бросать. Только ваш отец ни при чем. Это Полина Семеновна. Она выбросила, я видела. Полина? Да. Да, я давно вам хотела это рассказать. И не только это. Один раз пришла убирать ее кабинет. Зашла в подсобку, смотрю, а там коробки, ампулы. Ну правильно, Полина заведует закупками для клиники. Коробки все вскрыты были, как будто ампулы пытались перекладывать. Потом зашла она в кабинет и так разоралась на меня, чтобы я не лазила, где не надо. Она меня за это и выгнала. А Федя мой, он не раз по ее приказу эти коробки увозил и привозил. Я его спрашивала, что это, зачем, куда. А он только отмахивался и говорил, что не знает и что это не наше дело. Она пропала, когда в очередной раз ее заказ отвозил. Ты другие анализы смотри. С Майей Громовой это не единичный случай. Ты понимаешь, что это значит? Ну, пока не очень. Но ясно же, что в анализах, взятых после операции, должны присутствовать следы препаратов анестезии. Но это не наши препараты. Это следы не нашего наркоза, Кирилл. Как не наши? Ты знал об этом? О чем? О том, что вместо нашего наркоза мы колем что-то другое? Не что-то. Судя по анализам, самый дешевый аналог с вобочками. Поэтому у Майи была такая реакция. Нет, ну, конечно же, я не знал. Я при тебе вскрывал все ампулы. Я был абсолютно уверен, что это наш проверенный препарат. Надо понять, когда, на каком этапе произошла подмена и кто за всем этим стоит. Кирилл, займись этим. Это же напрямую тебя касается. Ну, конечно, я этим займусь. Подожди, но ведь у других пациентов операции проходили успешно. Проблем не было. Зато Майя это едва не стоило жизни. У меня работа. Да, вот дело. А я думал, мы с тобой отдохнуть съездим. Теплые края. Подальше от всех этих ангин. Орзэ, Орви. Соплей. Кирилл, ну, сейчас точно не до этого. Да я понимаю. Но обещай мне. Мы с тобой обязательно уедем отдохнуть. Хотя бы в наш медовый месяц. Обещаешь? Обещаешь или нет? Ты понимаешь, что будет, если она начнет это все раскручивать? Я понимаю, что у тебя сейчас паника и истерика. Вопросы-то будут ко мне. Ко мне будут вопросы, как главному анестезиологу. У Лукуши они точно будут. Там я уже дурочком не прикинусь. Послушай, Кирилл, попробуй взять себя в руки. Ладно? А я попробую все сделать так, чтобы лишних вопросов не возникало. Ни к тебе, ни ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Это ненормально, что у пациента только что вышедшего из комы такой проходной двор в палате. Я же вам объясняла, что находиться здесь может только лечащий врач. Давайте-ка не устраивать тут. Нет, ну просто объясните мне, что здесь делает уволившийся врач. Мария Игоревна, вы закончили осмотр? Игорь Борисович, а я его и не начинала. Здороваться вас тоже не научили. Манюш, у нас новость хорошая по поводу Майи Громовой. Давай обсудим. Вот, вместе с папой обсудим. Игорь Борисович обсуждает все новости, исключительно с Полиной Семеной. А мне, тете, на работу надо бежать. Ну, так и не помирялись? Мария Игоревна характер проявляет. Я для нее пустое место. Ну что вы, как в детском саду, честное слово. Посмотреть на вас смешно. Ты знаешь, мне не смешно. Я не знаю, как себя с ней вести. На обиженных воду возят. А вы тут оба хороши. Да не обижаюсь я. Люблю ее. Она смотрит на меня, как на врага народа. Ты бы меньше свою Полину слушал. Мария, мы с мужем разводимся. Из-за вас. Простите, Кирилл мне совсем другое говорил. Он сказал, что инициатором разрыва были вы. Потому что у вас новые отношения. Он так сказал? Он поставил меня перед фактом. Развод. А я этого не хочу. У меня нет никаких новых отношений. Семь лет я ему верно служила, как собака хозяину. Что скажет, то и делала. Мария, я вас не виню. Я себя виню. Что три аборта сделала, как он сказал. Убеждал меня не время, еще успеем. А я дура верила. А теперь у вас с ним будет ребенок. Поздравляю. Нет, нет, вы что-то путаете. Я не жду ребенка. Он мне так сказал. Ее счет требует имущество все отдать. Квартиру, машину, дачу. Мол, у вас проблемы с работой. А чтобы растить ребенка, нужна финансовая стабильность. Но, Мария, почему за мой счет? Мало того, что Кирилла у меня забираете. Простите, я даже не знаю, что сказать. Я это все в первый раз сейчас от вас слышу. Ну, УЗИ я же сама видела. Какое УЗИ? Ваше УЗИ Кирилл мне показывал. Не понимаю. Подождите. Получается, он обманывает и меня, и вас? Или кто-то действительно ждет ребенка от него? Привет. Что-то случилось? Я сегодня встретилась с твоей женой. Она меня с беременностью поздравила. Понятно. Значит, теперь я злодей. Чье УЗИ ты ей показал, и главное, зачем? Да первая попавшаяся, Манюш. Ну, не дает она мне развод. Ну, что мне делать? Да, понимаю, плохо поступил, но... Ничего другого в голову не пришло. А зачем ты ей наврал, что мне деньги нужны? Если вам нужно что-то между собой поделить, то зачем меня в это вмешивать? Я же не могу я сейчас от нее уйти, вот просто так, зубной щеткой. А мы делим с ней эту квартиру, машину. Понятно, что она сейчас в истерике, но... Я же хочу тебя как-то обеспечить. Ребенка нашего будущего. Ребенка от тебя хочу, понимаешь? Я тебя люблю и хочу от тебя дочку. Такую маленькую копить. Кирилл, все. Кирилл. Мне не нравится, как ты себя ведешь. О чуть же их людях ты заботишься, а о нас ты даже не думаешь. Я очень много думаю о нас, Кирилл. Угу. Видно. Привет. Здрасте. Здрасте. Приходится мне на старости лет выступать в роли переговорщика и няньки. Ну, что вы с отцом, как дети, малая, Манюша? Ну, честное слово. Только не надо вот этих сейчас мне слов говорить. Предал и прочее. Ну, если так, оно и есть. Ну, хорошо. Давай посмотрим факты. Громова пришла в себя, так? Отец придерживался твоего протокола лечения, так? Ну, значит, он на твоей стороне. Ты бы видела, как он молчал, когда она об меня ноги вытирала. Хватит. Я эти нюни слушать не буду. Ты еще мне сейчас скажи, или я, или она. Ну, глупо, Манюни. Ну, глупо все это. Давай лучше про жениха твоего поговорим. Я надеюсь, ты пока замуж выходить не собираешься. Ну, вот со своей личной жизнью я уж тем более сама разберусь. Ты действительно этого хочешь? Кастрюли. Пеленки. Это все очень мешает карьере. Да что же он вам всем так не нравится-то, а? Тебе он что сделал? Может быть, ты хочешь, чтобы я твою судьбу повторила? Ни семьи, ни детей. Только карьера. Прости. Просто я запуталась. Сама не понимаю, кому верить, кому нет. Мне со стольким нужно разобраться, я ничего не успеваю. Прости. Разве я могу на тебя сердиться? Ты же мне как дочь. Просто ты должна сама разобраться со своей жизнью. Где ты? С кем ты? Кто твой человек? Кто не твой? Сашке нужно давать все эти лекарства, которые я выписала. Сможешь проконтролировать? Он уже огурцом, вы же видели. Тут необходимо довести лечение до конца, иначе могут быть серьезные осложнения, передайте маме. А, кстати, отец как? Ну, вроде уже лучше. Маме пообещал, что на работу выйдет, если найдет. Спасибо вам. Ну, пока что не за что. Ему, конечно, хорошо, еще пару-тройку капельниц. Так, ладно, ты иди, Женя, а я пришла. Вы же к Мише Самохину? Да. Так я с вами. Вы обещали мне, помните? Ну, хорошо, пойдем. Добрый день. Здрасте. Видите, какая у меня помощница замечательная. Будет опыта набираться, практики. Она после школы собирается в медицинский поступать. Собираюсь, только я не доктору пришла помогать, а Мишке с уроками. Привет, Самохин. Привет, Бочкова. Ничего, что ты, я пришла, не прогонишь? Ты же все равно не уйдешь. Точно. Ты в группе писал, что у тебя с физикой и химией напряг. А у меня вроде с ними норм. Я помогу? Да пусть они вживую пообщаются. Пусть же все время в соцсетях-то сидеть. А нам с вами ехать пора, очень вызовов сегодня много. Одевайтесь. А Мишку я вечером осмотрю. Поехали. Коль, привет, это я. Я по поводу электронной базы, там Майя сделали новую анализацию. Иди, пожалуйста, хорошо? Спасибо. Ты с отцом говорил? Ну, по поводу сайта клиники и всего остального. И что? Ясно. Нет, давай по поводу новой операции, потом с тобой поговорим лично. Хорошо? Ну, все, спасибо тебе. Давай, пока. Мария, спасибо вам за Мишку. За что именно? Ну, точнее, даже не за Мишку, а за Женьку. Хорошая девчонка. Мне кажется, она ему понравилась. А то он из-за инвалидности своей совсем отшельником стал. Даже в школу отказывается ходить, хотя мог бы. А тут живое общение. Так что вы правы. Спасибо потом скажете. Когда сделаем ему полное обследование, когда ему разрешат операцию, в чем я уверена. Но... Давайте без дно, Петр. Это нужно сделать, и не надо сомневаться, тем более вам. Нужно в конце концов поставить его на ноги. Пусть нормально ходят в школу, общаются со сверстниками. Все, отец официально разрешил. Теперь я отвечаю за сайт клиники. Ну, отличная новость. И еще. Теперь у меня есть полный доступ к системе охраны и наблюдения. Вот, смотри. Если Полина действительно причастна к подмене препаратов, нам нужно доказательства. А вот здесь я гений. Мне удалось получить доступ к камере с монитора в Екомпе. А я смотрю, вы стучать-то так и не научились. Ну, зачем ты так, Манюш? Мы же почти одна семья. Хватит нам уже ссориться. Одна семья? Да. У нас с Игорем скоро свадьба. Ну, обещать не значит жениться, да? Я беременна. Надеюсь, это будет мальчик. Еще один наследник и продолжатель династии Лукашей. И, кстати, Игорю очень рад. Очень. Сюрприз. Ну, проходи. Обниматься, целоваться не будем. У меня грипп. Я привита от гриппа. Раздевайся, я тебя осмотрю. Только руки помою. Горло болит? Ну, да. Открыворот. Давай. Шире. Ого. Так. Ну, и чем ты лечишься? Да вот. Чаек с лимоном. Сейчас подберем тебе противовирусный препарат, и я тебе полоскание приготовлю. Грипп чайком с лимоном не лечится. А еще медик. Хорошо, что ты пришла. Давно нам пора поговорить с тобой. Серьезно. Папа, ты правда спираешься на поле инженец? Я думал, мы и она с тобой будем. Ты не ответил. Скажи, ты помнишь, как твоя мама хотела второго ребенка? Говорила тебе, что у нее был курортный роман. Так вот, никакого курортного романа не было. Это был мой ребенок. Ребенок. Что? Я давно хотел тебе рассказать, об этом просто не решался. Когда мы разошлись, тебе пятнадцать было. Вот тогда Ирина о Кольке и узнала. Не простила. Это она настояла на том, чтобы я признал небрачного сына, дал свою фамилию и женился на его матери. И доказать ей, что это была ошибка, было невозможно. Как ты, как можешь так говорить? Да нет. Ошибка, связь с той женщиной, эпизод. А не сын. Ольку я признал. А с той женщиной у меня не сложилось и не могло сложиться. Я Ирину всю жизнь любил. Я вообще не понимаю. Да ты дослушай. Ни у меня, ни у Ирины с другими ничего не сложилось. А потом, через некоторое время, мы опять сошлись. Случайно в городе встретились. И начали бегать друг к дружке. На свидание, как влюбленные школьники. А я почему об этом не знала? Ну, ты же тогда училась в Англии. Ну, и потом... Мы съезжаться не торопились. Боялись, что окружающие заклюют насмешками. А тебя хотели порадовать, уже когда малыш родится. До этого не знали, как. А потом... Получилось, как... Получилось. Ну, продолжай, папа. Раз уж начал. Да что ты добавишь, Манюш. Ты сама все знаешь. Я оперировал собственного сына. Понимаешь, что он обречен? Неужели не было ни единого шанса? Если и был, то один на миллион. Не было дня за эти годы, чтобы у меня не крутилось в голове. А если бы не так, а иначе. Если бы иной наркоз, иной метод. Может быть, и спас сына Ирину. Папа, я ведь точно так же, как и ты, и с Громовой, мог не угадать с наркозом. Так же спешил, счет шел на часы. И вот крутится, крутится в голове. Если бы не так, а иначе. Если бы, так а бы. Если бы выиграть в эту лотерею. Папа, все. Ну, я проиграл. Закончили. Иначе у тебя еще температура поднимется. Я к чему-то говорю, Манюш. Сейчас другая женщина носит под сердцем моего ребенка. И я их не брошу. Может, это мой шанс. Все исправить. Жить. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Не заставляй меня делать выбор между тобой и... Твоей будущей женой, Полиной. Я услышала тебя, папа. ... ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Алло. Это Маевская. Я хочу сказать, что наша договоренность пока отменяется. Да, проблема. Я не знаю, возможно, большая. Давайте не по телефону. Да. Встретимся и обсудим. Хорошо. Ну что, Михаил, обследование твое показало, что выздоровление возможно. Но при одном условии. Если будешь ежедневно выполнять вот эти упражнения. Что? Женька Бычкова уже настучала? У нас тебя волнуется. А если будешь себя дальше так вести, скажу, что рохля. И что все зря. Фав, как ты ее терпишь? Успокойся. Ладно, шутник, ты тему-то не переводи. Упражнение нужно выполнять ежедневно, несколько раз в день. И чем лучше и тщательнее ты будешь это выполнять, тем быстрее увидишь результат. Усёк? Ну да. Жить-то хочется. Так, юморист, слушай доктора. В общем, сердечную мышцу нужно тренировать. Как любую другую. Держи. До встречи. Счастливо. Не ленись. Так, и что это было? Можно узнать? Провожала пациента. Это пацана в кресле. Или его папаша тоже твой пациент. Что-то очень часто стал его видеть. Кир, ты чего? Да не, я просто не понимаю, что ты с ним так возишься. Ну, потому что он возит меня. Петр водитель в нашей поликлинике. Все равно не вижу никакой связи. Этот Петр просто очень так странно на тебя смотрит. Кир, ты ревнуешь? Нет. Ни в коем случае. Ну что ты? Я просто хочу, чтобы ты знала. Иногда я бываю просто очень ревнив. Ну, будем лечить? Будем. Пойдемте-ка, Кирилл Юрьевич. Иначе простудитесь. Пучкова, я тебя не звал. А я тебя и не спрашиваю. Мне наша доктор сказала помогать. В связи с чем? Мы с ней поспорили. Ты должен сделать упражнения. Так вот, она уверена, что ты их делать не будешь. А я сказала, будешь. Выиграть хочу, Миш. Дядь Петь, если вы купите продуктов, то я вам борщ сварю. Я спец. У меня дома кастрюли за день сметаются. Я тебе тоже наш доктор сказал? Нет, это я сама решила. Нечего Мишке питаться одной еду из доставки. Идите за продуктами. Хоть и доказать пока причастность Полины к подмене препаратов не получается, но сам вопрос я изучил. Схема довольно простая и расхожая. В общем, закупленные за границей дорогущие препараты подменяются дешевыми аналогами, а дорогие препараты перепродаются в другие клиники частным анестезиологам. Неплохой такой набор, да? Учитывая, что дорогие препараты закупаются за счет клиники. А перепродаются за наличные себе в карман. Разница ощутимая. Понятно. Я вот еще о чем думаю. Дешевые аналоги не всегда вызывают такие острые реакции, как у Майи. То есть зачастую ни хирург, ни пациент не подозревают о подмене. Побочки бывают, но не так часто. Да, но ведь у Майи случилась эта побочка. А второй такой раз мы допустить не можем. Я не допущу. Кстати, Лариса согласилась на повторную операцию. Но с одним условием. Анестезиолог должен быть другой. Не этот твой, Кирилл. Господи, Кирилл-то здесь при чем? Маша, а ты не видишь? Ты не замечаешь, что он мутный какой-то? Так, ну все. В любом случае, вопрос с анестезиологом не главный. Сейчас важно постараться мне найти хирурга. В смысле, а ты? Что я, Коль? Я отстранена от операции. Папа тоже не возьмется. В общем, я найду лучшего кардиохирурга, который прооперирует Майю. Естественно, все расходы я тоже беру на себя. Спасибо. Пойду, скажу, ларить. Ага, ага, да. Да, Серег, я понял. Понял. А я вы везде еще, он, оказывается, у вас кукует. Давай, сейчас приеду, спасибо. Пока. Так, я ответ по делам. Я ведь на них присмотрю, не переживайте. Тоже мне нянька нашлась присматривать. Не болтай, а делай. А я ужин доделываю. А ты что, типа тут хозяйку себе изображаешь? Да ну, была охота. Между прочим, отличной хозяйкой здесь была бы наша доктор. Маша, доктор. Идеальная мачеха, кстати. Добрая, красивая. Не думал, Миш? Тем более, дядя Петя, она нравится. Это очень видно. Уходи. Миш, ты чего? Уходи, я сказал. Что, не поняла с первого раза? Не будет здесь никакой хозяйки. И так, как ты, тоже не будет. Какой такой? Миш, я же как лучше, ну... У тебя же там вроде папаша, алкаш запойный. Так чего тут забыла? К нему идти? И фарцку моей батери снимею. Вы в этом. Проходим. Последствия без рук. Дайте мне объясню. Присаживайтесь. Я не совсем понял. Вы адвокат? Нет, не адвокат. Просто попросили помочь. Жена ваша, Галина. Она вас уже больше недели по больницам и моргам ищет. Так, за что задержаны? Это глупо молчать. Я протокол видел. И хорошие друзья у меня есть в отделе по борьбе с наркотиками. Зачем тогда спрашиваете? Понять хочу. Каким образом у вас оказались незарегистрированные нигде опиаты? Украденные по сути. Я уже сто раз объяснил. Я просто курьер. Брал сверток. Не глядя, что в нем. Не спрашивая у людей, у которых брал. Федь, вам стоит статья о зарпространении. Ну, ясное дело. На кого еще вешать? Иногородний ничего не докажу. Федь, я вам могу помочь. Но только если вы будете отвечать на мой вопрос. Я друг Марии и Лукаш. Скажите, а это в клинике ее отца вам давали эти свертки? А какой же вы друг? Если ее хотите под статью подогнать. Так разве это она вам давала их? Нет, нет. Нет, Мария Игоревна об этом даже не знала. Ну, а кто? Федь. Вас дома ждут жена и сын. А вы ее и тут хотите остаться? Сверток давала лаборантка. Нина. Я вез его по адресу. Там давали другой сверток. Его я вез обратно в клинику. Все. А по адресу тому значит фармацевтическая компания, да? Я не знал, потому что меня втягивают. Я думал, там лекарства какие-то. И работа не пыльная, оплатили хорошо. Я радовался, придурок. Понятно. Я этого так не оставлю, Кирилл. Не поступай так со мной. Все, хватит. Нет, не хватит. Хватит. Мы обо всем с тобой уже поговорили. Я тебя прошу, пожалуйста, уходи. Нет. Тася, мы с тобой разводимся. Нет. Я тебя больше не люблю, слышишь? Да, просто нужна была тебе. Да, пока мой отец тебе помогал. А когда он умер, все. Думаешь, что хочешь, меня реально это достало уже. Так нельзя. Я тебе не собака подзаборная. Вам, значит, с Марией совет да любовь. А мне что? А мне что? Я этого из-за все оставлю. Делай, что хочешь. Я жить не буду, Кирилл. Хватит меня этим пугать. Взрослая уже девочка. И. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, Коль, привет. Молодец, что позвонил. Я по делу. Слушай, ты далеко от компьютера? На почту можешь зайти? Я там тебе видео отправил, ссылку, что у вас в клинике происходит. Посмотри. Да, сейчас попробую с рабочего зайти. А это как-то с Полиной связано? Нет. Сейчас сама увидишь. Давай только быстрее. Да, сейчас посмотрю. Боже мой, что она сделала? Там на уличной камере видно, что она села в машину и поехала. Я же правильно понял? Она не витамины выпила, да? Да, Коль, спасибо. Все потом. Алло, Кирилл, где твоя жена? Просто ответь, где твоя жена? Пересчитай свою ампулу. Она штук пять схватила, а двух ей и так будет достаточно. Срочно езжай домой. Возможно, она там, если, конечно, она успела доехать. Надо срочно ее найти, слышишь? А вы куда? Я же просила вас подготовить отчет. Да, да, я помню. Простите. Я через два-три часа вернусь. Ветер, как вы вовремя? У меня есть информация по поводу мужа Галли. Это все потом. Поедем. Я скажу, куда там. Человек может умереть. Марио что-то подозревает. Разберемся. Зачем так нервничать? Да потому что, если она догадается, то все сорвется. Все. И моя свадьба, и наше с вами сотрудничество. За ней уже наблюдают. Лишнего она не сделает. Не переживайте. КОНЕЦ Кирилл, скорей, она здесь. Это что здесь делать? Нужно срочно вызывать скорую. Пульс еле прячу по улице. Три ампула, она точно вкатила. Скорую нельзя. Там поймут, что была попытка суицида. Ее в психушку, если спасут. Кирилл, ты что? Она с полицию. Ты с ума сошел? Ты понимаешь, что ты говоришь? К нам ее повезли. Давай, сам откачай. Перетащим ее на переднее сиденье, и я поведу. К чему вы не поведете, вы пьянки? Слышь, ты что, а? Ты кто вообще такой, а? Да подожди, он прав тебе, нельзя за руль. Ты что, лезешь, что не в свое дело, а? Тебе больше всех надо? Вы тут турели, помогли бы лучше. Так, мы поедем на моей машине. Ну, что там это твое дело? Ничего лишнего не спрашивал? Он же уехал. Понятно. Видишь, вот с кем я жил. Истеричка, шантажист. Кирилл, не надо. Из-за нас она с собой хотела покончить. Да че из-за нас-то? Че из-за нас? Не с головой не все в порядке, просто и все. Кирилл, ну не надо. Нам не надо с тобой больше встречаться. Манюш. Манюш, ну ты чего? Ничего себе. Она же именно этого и добивается. Она манипулирует, понимаешь? Перестань. По линии персонала сам как-нибудь объяснишь, что она здесь делает? Придумай что-нибудь. Как оказалось, у тебя это прекрасно получается. Манюш. Так, а кого мне благодарить за это зрелище? Женьку или может Марию? Я Женьку выгнал. В смысле? Че за новости, зачем? Ну ты так знаешь. Болтал много. Потом. Такая наша доктор прекрасная. Такая притакая. И что нам с ней очень повезло. Ну что? Ну надо признать, что Мария действительно очень хорошая женщина. А еще говорит, что она отличная невеста. Для тебя. Слушай, папа, это правда? Ну, что ты и она? Или это все шутки? Мне мачеха не нужна. А кто тебе предлагает-то? Ты что решил? Ну она же тебе нравится. Верно? Так, ты есть. Будешь? Пойдем разогреть. Да, Галь, привет. Нет, я пока еще работаю. В поликлинике почудил. А Петр сегодня был в полиции. Разговаривал по поводу твоего Федора. Я не успела понять, что именно. Я сегодня как будто сумасшедшая. Ты позвони ему, узнай, ладно? Угу. Конечно. Ну давай, пока. Пока. Федора задержали. И он уже более недели находится в изоляторе. За что задержан? Он перевозил наркотические вещества, как курьер. Это препараты для наркоза из вашей клиники. Следствие уже начато. И вам могут звонить и задавать вопросы. Вам, отцу и другим сотрудникам. Спасибо за информацию. Я прошу прощения, а вы с отцом знали, в смысле, могли знать, что происходит в вашей клинике? Петр, мы с папой ответим на все вопросы следователю. Лично я ничего не знала, и папа, я уверена, тоже. Спасибо за информацию. Извините, я занята. Жена моя, конечно, номер выкинула. У тебя-то я прикрою. Скажем, что у нее был нервный срыв. Ты мне объясни, зачем ты препараты побросал в ординаторской? Ты хочешь, чтобы здесь полиция ошалилась? Так, подожди. Все произошло в ординаторской, так? И Мария это видела. Получается, что нас спасут по видеонаблюдению? А я тебя что? За нами следят? Да еще хорошо, что в этой комнате камеры не понатыкли. Слушай, если меня возьмут, ты не отвертишься по нелабиням. Кирилл, ты с ума сошел? Ты сейчас мне угрожаешь? Не-не-не, ни в коем случае, конечно же, нет. Ты не нервничай, главное. Тебе о будущем ребенке надо думать. Ой, да нет, тебе никакого дела до моего будущего ребенка. Да ты что? Так уж никакого. Да. То есть вы, получается, не только Машку отца обманываете? Засиделась ты сегодня? Что, кашляешь? Что-то тебя штормит, Маша доктор. Да, заболеваю, наверное, что-то сильно плохо. Так, может, тебя проводил бы кто, а? Я бы и сам с радостью, ты у меня ночная. Да нет, не нужно, я такси вызову. Дома отлежусь, все в порядке будет. Счастливо. Счастливо. И смотри, к докторам болеть нельзя. Ага, до завтра, Степанович. Ой. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не прощу, что не был рядом с тобой Не надо больше этой дурацкой работы Беготнее ты по участкам Будешь дома сидеть, диссертации писать, поняла? Пей мой Пей не хочу Сейчас Вам тут нечего делать Идите домой Не хочу погулять с Марией Это исключено Марией после тяжелейшей операции Так что я прошу уходить Полина Семеновна, объясните, пожалуйста Гостю нашему, почему ему нельзя здесь находиться Ну, вам же сказали Мария еще недостаточно окрепла, чтобы принимать посетителей К тому же у нас в отделении карантин Так что Покиньте, пожалуйста, помещение Вот Надеюсь, поможет Кто же с ней так, и за что? Найдем, обязательно найдем Скажите, может вы что-то знаете? Может быть она конфликтовала с кем-то Или может ей угрожали? Да вы что? Она же золотая девчонка Душа человек Ну, фыркала ей наша начальница вслед И тут только лишь Потому что Маша хорошая Ну, что тут такое? Спасибо еще раз А вы и от меня Привет передавайте И еще Ежели помощь какая нужна Звоните Спасибо Ну вот, вот Вот он на Марии напал А вот с двух камер выведено И вон Вон он далеки стоит Разметил Да Не бог весть что Но работать можно Я тебя прошу Ты его найди, пожалуйста И заказчик тоже найди У меня в этом деле Да понял я Личный интерес Да, кстати Если твоя Мария Перешла кому-то дорогу То надо подумать Об ее охране Да, это точно Слушай, а курьер этот Вы его отпускать Смираетесь? Пока нет В интересах следствия И в его интересах тоже У нас уже в разработке Те, кто, мягко говоря Будут не рады Его выходу А еще Ты знаешь, у него Жена там есть Она переживает Нельзя встречу организовать Всему миру помогу О себе забуду Ладно, ладно Попробую Тебе разве можно отказать? Спасибо Мария Игоревна, вы что Вам можно ходить? Все нормально Вы что, давайте я вас проведу Я коляску подкачу Нет, нет, все хорошо Спасибо Может, отвезу Аня Ты что, у вас сошла, что ли? Ну вот, начинается Спокойно Все под контролем После любой полосной операции Самое главное Не залеживаться Расскажи Так Майюш, ты это как? Нормально Майюш, пойди поиграй А я скоро поеду домой Скоро, малыш Хорошо Тебе отец Часа четыре Что было? А ты бегаешь Хочешь, чтобы вся его работа на смарку Вообще-то не имеешь права Тебе мою еще оперировать Или забыла? Нет, конечно, я помню По поводу хирурга будем еще думать Что? Нет, нет, все нормально Пойдем, отведи меня все-таки к отцу Тут, кстати, Петр твой следствие начал Шорох вот такого навел Сказал, что я тебя охраню Возле палаты дежурим Да, я понял, с ним лучше не шутить И не спорить Теперь будут тебя охранять Только ты учти От меня, как от оперирующего хирурга Толк по каналу Глупая, что ли? Хирурга найдем Сестра у меня одна Пойдем Аккуратно Вот, привел ценный груз По требованию самого груза Привет, пап Ну, что же ты встала Ну, аккуратно Так, я пойду тогда, оставлю вас Иди, Коля, иди Ну, я бы сам пришел Что за несознательность? Пап А? Спасибо, что не медлил Я видела протокол операции Да уж Я же раньше был неплохим Абдоминальным хирургом Но Ну, потом увлекся кардиохирургией Хотя мне это стоило миллиона нервных клеток Но я оперировал собственную дочь сам Вопреки всем законам и правилам Спасибо Пап, я... Скажи мне правду Ноживаю в живот У меня не будет детей теперь, да? Ну, вот еще Ты что, хочешь обидеть профессора Лукаша? Женские органы не задеты Шил я ювелирно Можно на выставку Так что рожай Хоть пятерых, поняла? Спасибо Спасибо А вот спасибо И трус скажешь Это он тебя Нашел, привез Кровь свою не пожалел Я знаю Дуреха ты моя Прекрасно Просто прекрасно Вы что вообще здесь вытворяете? Игорь Ты с ума сошел? Почему она не в палате? Ну, вот сама спрашивай Но это невозможная девчонка В угол ее поставить Лучше в палате запереть Замок Невыносимая моя Анна-Марина Ну, вот что ты хочешь? Ты хочешь Чтобы у меня И у твоего отца Был инфаркт, да? Тетя, Дин Я тебя тоже Очень люблю Пойдем? Пойдем, пойдем Пап, ты чего? С новостями? Да Ты работу нашел? Нет Новости Сами пришли Видишь, Женька? Ты выиграл о спор? Ты это Прости Если я обидел Я не прав был Сильно не прав Ну, а я спор проиграл Да он не скажет Ну что Извиниться, тяжелее, чем ходить, да? Кажись, помирились Хороший у тебя парень А Женьке нравится Я только знал, что она И ножом ронили Ужас Она сейчас так пролила, молод? Нет, что ты Сейчас же с ней все хорошо Давай и напишем Распроведать нельзя Куда напишем? У нее есть страничка в соцсети Правда, она туда редко заходит Спросим у нее, когда можно и позвонить Ну, давай Я ее очень сильно благодарен Она же меня изъема вытянул Человека, можно сказать, стал Мне бы только работу найти Просто Никто брать не спешит А профессия какая? А механика? Работал на сборочном, пока цех не закрыли А сейчас с кем угодно, где угодно Может, вы что посоветуете? Я спрошу, думаю, получится Какой-то дурдом происходит Следователь всех допрашивает Как будто подозревает в чём-то Нападение? Да нет Насчет поставок в клинику Почти Каждую ампулу проверяют Мы же хотели Понять, когда произошла подмена Ну да Да, только каким образом это с нападением связано Не понимаю Цветочки-то откуда? Опять посетители? Твоя жена заходила Черт, сказал же ей Сразу после выписки домой Нет, пришла Я ей сказала, что между нами все окончено, Кирилл Маш Маш, Маш, ну ты чего? Не надо, Кир Я всё обдумала Привет Ну понятно Чё ты обдумала? Давно вас не было Ну вот Пришёл Знаете, мне кажется, что мы с вами как будто что-то не то делали Вам кажется Ну а вообще ходить можно? Можно Считайте, что вы меня выгуливаете Маша, давайте серьёзно Вы кому-то перешли дорогу Эти люди занимаются поставками наркотиков Под видом медицинских препаратов Они способны на всё Вспоминайте, в тот вечер Вы не видели, за вами никто не следил Я видел на камерах видеонаблюдения, там был какой-то мужчина Вы ещё по телефону с кем-то говорили Вот с кем и о чём вы говорили? С Галей О её мужу О том, что она в полиции И чтобы она с ним срочно связалась Вот слово полиция могло их спугнуть Простите Странно, лаборантка должна быть на месте А простите, а где Нина? Так, не вышла сегодня на работу Пропала куда-то До Заницы никто не может Замену ищем Вот это вот странно Потому что лаборантка ваша Она проходит как сучастник номер один по этому делу Думаете, сбежала? Хорошо, если сбежала То вообще убрать могут Да, ну Так, Маша Давайте теперь вы мне Пообещайте кое-что Точнее поклянётесь Что вы больше не вмешиваетесь в это дело С ним работают профессионалы И ведётся расследование Отдыхайте и просто выздоравливайте Понятно? Вы меня слышите? Понятно Да вы вообще понимаете, что теперь происходит? У нас в клинике полиция У нас допросы, проверки и камеры везде Тише Это называется решить вопрос Я вас об этом просила? Нет Это не я всё испортила Это вы всё испортили Оставьте вы меня в покое По крайней мере до тех пор Пока всё не утихнет Много шуетишься, Поля И психуешь Да гуманисты Это вообще всё из-за тебя Господи, а зачем я тебя послушала, а? Зачем я тебе поверила? Наркоз это такое дело Никто даже и не заметит подмены А деньги лёгкие Так что, не заметили? Послушай, никто ничего не узнает Если ты сама обо всём не расскажешь Соберись У меня тоже, между прочим, всё из рук валится В общем так, Кирилл Ты зачем меня позвал? Будущее наше обсудить Наши это чьё? Наши с тобой И нашего ребёнка Ты что, выпил? Да нет Вот кофе, видишь, только пью Треск, как никогда Ну а что? Мы же Не чужие друг друга люди Нас так много всего связывает Ты ребёнка моего носишь Ну так почему бы не подумать о совместном будущем? Ты с ума сошёл Нет, я абсолютно серьёзно Тогда что ты бредишь? Мы же с тобой договаривались, что ты просто донор Потому что я должна родить ребёнка Лукашу Ну да, да С Лукашем не получалось А от меня с первого раза так удачно Так, всё, мы закончили разговоры А если нет А может я на тебе жениться хочу, понял Ну пошёл ты Я не для того столько лет Лукаша обхаживала И не для этого Постой Тебя Маша бросила, да? Точно бросила И ты ко мне пришёл Ну что так, Кирилл Ползи к Маше, проси прощения Вален, Вален И попробуй только что-то Игорю сказать Так, Галя Галя, успокойтесь Возьмите себя в руки И внятно расскажите мне Кто вас преследует Так, а когда это началось? После того, как вы посетили Фёдора в изоляторе Так? И что, вам звонят с угрозами Или просто преследуют? Понял, так Всё, всё, ничего не бойтесь Я уже к вам выехал Скоро к вам приеду Ага Всё, ждите Ждите Маняша, привет Привет А вы, простите, кто будете? Прекрасная дама В эту палату без разрешения нельзя Маняша, у тебя что, смена караула? Да нет, это Коля всё никак не успокоится Да и Пётр тоже А я, между прочим, сам В охране напросился А вы, значит Прекрасная дама К нашей Маше? Ну да Я к нашей Маше Между прочим, вот эта вот прекрасная дама Моя родная тётя Дина Борисовна В таком случае Бениамин Степанович Для вас просто Бениамин Степанович Ну тогда я для вас просто Дина Кстати, Бениамин Степанович У нас в свободном полёте Вольный орёл, так сказать Это что, ты меня Сватать будешь? Ну что? Слушай, тебе только волю дай Ты всех осчастливишь Вот, я тебе подарки принесла Тимке, бы побыть здесь Пару-тройку от нибудь, возможно? А что случилось? Гале угрожают Кто-то следит за ней Хочу отвезти её к знакомому следователю Пусть дается показания Он ведёт дело её мужа Да, конечно Я обо всём договорюсь Спасибо Галь Пётр Подождите, я Обещайте, что будете осторожны Хорошо Обещаю 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 Походите Здравствуйте Здравствуйте Здравствуй Да, я Сергею звонил Это Галина Безрукова У него есть информация для вас Проходите, пожалуйста Присаживайтесь Я побежал Уважаемые коллеги У нас на повестке дня Несколько вопросов Первое Возвращение в штат Мария Игоревна Лукаш Пока не на полную ставку Качество консультанта Ну так это же прекрасная новость Второе Повторная операция Мои Громовой По всем показателям Она готова Так что можно ставить На 25 число Вопрос только в хирурге Понятно Ну что ж Этот вопрос временно Опускаем Дальше Это снимки Михаила Самохина Перед вами листы С результатами обследования Которые проводила Мария Игоревна По медицинским показателям У Миши нет никаких Противопоказаний к операции Да, но дело в том Что операция не нужна Я детально все изучил Посоветовался со специалистами Операция была актуальной Сразу после аварии А сейчас парень не без этого пошел Прогрессирует с каждым днем Так что Необходимости к хирургическому вмешательству нет Удивительный случай С такими травмами в анамнезе Ну это вообще отдельная тема Возможности человеческого организма Мария Игоревна уверен Отразит это в своей научной работе Влияние Личностных мотиваций И морально-волевых качеств В реабилитации пациентов И последнее Неприятное О том Почему к нам зачастила полиция Простите Токсикоз замучил Продолжайте без меня Правда? Про Мишу диссертацию напишете? Про меня тоже? Да ладно Но я согласна Вы когда к нам в гости придете Теть Маш? В смысле в ЗАГСе? С кем? Зачем? Да, хорошо Ну Что там? Наша доктор сказала Что в ЗАГСе ждет Какое-то заявление Что ли подавать С кем? Ну не с твоим папой точно Я открою? Вам кого? Привет Привет Слушай, а я что-то не понял У твоего отца и Полины роспись сегодня? Нет, пока только подача заявления Ага А меня тогда чего позвала? Не виделись давно И потом мы же не чужие А тут такое событие для нашей семьи Семьи? Слушай, Манюр Может у нас наладится еще все? Может у нас есть шанс? Семьи Привет 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 Когда Игорь приедет, скажите ему, что я жду внутри Спасибо Все вам доброго До свидания Невеста где? Здесь? Маша Я понял, это знак Правда, знак Ну раз мы здесь, давай подадим заявление Ну что тянуть? Правда Так ты еще не развелся Ну я обязательно разведусь На момент свадьбы Правда, Машка Только ты не думай ни о чем Это наш шанс, слышишь? После всего того, что на нас навалилось Так это тебе не со мной надо решать, а с Полиной По поводу вашего с ней общего ребенка Кирилл, только не надо врать, юлить Я видел запись вашего разговора в ресторане Кстати, отличная идея Воспитывать общего ребенка вместе Ты уговори ее Без советов обойнусь Идиотских Ты знаешь, а я тебе даже благодарна за то, что ты такой Сразу понятно, какой человек мне нужен Какой тебе нужен человек-то? Мент, что ли, этот? Кулаки вместо мозга? Это тебя не касается, понял? Мы договорились Чтобы я могла родить ребенка, Лукашу Да, да От Лукаша не могла забеременеть От меня с первого раза, да Удачно Вот такое вот интересное кино получается Игорь, конечно, его тоже видел Поэтому он не придет, как ты сама понимаешь А мне досталась почетная роль Плохого вестника Ненавижу Пожалуй, это единственный раз, когда наши чувства совпадают Гражданка Маевская? Да Вы задержаны Мы с ума сошли? За что? Помимо прочего За соучастие в организации нападения на Марию Лукашу Я ничего не организовывала Не трогайте меня Вы ничего не докажете Что вы делаете? Пустите меня Ну, пустите меня Я беременна Это не снимает с вас ответственность Ну, как? Справляешься? Не жалуется Здесь тачки и так ухожены Говорят, у тебя золотые руки Спасибо за эту работу Чего? Женька звонила Крикнула папа и связь оборвалась Я перезваниваю десять раз И она же сейчас у Миши О, черт Что? Их похитили Как? Сейчас Алло, Миша Ты кто? Дай с сыном поговорить Дай с... Я не влияю на ход дела Я не могу вытащить вашего дружка Нет-нет-нет Так дела не делаются Дай поговорить с сыном С сыном мне дай... С сыном, пожалуйста Дай поговорить Я... Черт А где они? Так, ни о чем не спрашивай Значит, они еще, скорее всего, позвонят Значит, зачем все это затевать А вот где они, где они? Две сотен так уж много Я пошел Я с тобой там уже Не переживай Мы все правильно сделали Ты, пожалуй, жилетик сейчас начнешь Да чтоб тебя отследил он Да какие с ними могут быть переговоры Да не ору я И ты не ори Понимаю я, что там дети Вот и не суйся сам туда один Группу дождись Петя! Петя! Простите, а что случилось? Петр много берет на себя А я предупреждал Теперь его сына с девушкой Забрали в заложники Группу на выезд Срочно! Срочно! Если дети в этом доме Чего мы ждем? Похоже, что у тебя Так, ты сиди тихо Не усовывайся Я предусхожу Здрасте Да и не спешите Это ж вы С телефона моего сына звонили Хотели, чтоб я вас нашел Я вас нашел А оружия у меня нет Я один Где дети? Вы что, обалдели? Детей развяжите? Мы команда здесь Так, пока я тебя не развяжусь Никаких разговоров не будет Понятно? Все на земле Рыжу на пол Спасибо. Маш, все нормально. Мишка и Женька не пострадали. Всех задержали, всех там напрашивают. А Асистенко из больницы тоже нашлась, рассказывает там. Все нормально вообще. Чего ты так смотришь? Нормально, да? То есть это нормально? Безобразие, кто так накладывает повязку? Сейчас все переделаю. Да там царапина. Какая еще царапина? Это не царапина. Да свадьба заживет. Я же просила себя беречь, а вы? Доктор, вам когда-нибудь говорили, что вы очень обаятно сядетесь. Это я еще не сержусь. А вот когда я начну сердиться, вот тогда вы увидите. Ну что сказать. Молодец. Прошу молодых в знак любви и верности обменяться кольцами. Ой, я забыла! Мы продолжаем? А куда девочка пошла? Она хотела кольца сама принести. Сейчас вернемся. Ей нельзя так бегать. Можно, а еще не так. Теперь хоть на легкую атлетику отдавайте. Жених, можете поцеловать невесту. Интересно, кто теперь следующий? А я думаю, мы. А чего же смешного? Я, между прочим, серьезно. Наша очередь. А молодые еще успеют. Я правильно говорю? Слушайте, заберите отсюда этого сумасшедшего мужчину. Ну, если что, я буду и вас рада видеть. Слушайте, пожалуйста. Ну, а когда мы? Что мы? Поженимся. Ты же будешь моей женой? Не уверена. Надо найти время, когда будут окошки между пациентами. Ну, и потом меня в поликлинике никто на целый день не отпустит. А еще работаю в клинике. Поэтому я не уверена. Нет. Я так понимаю, это означает нет. Вы же серьезно? Хочешь меня терпеть всю оставшуюся жизнь? Вернее, выноси меня. Я попробую. Мария Игоревна, прекращайте моего будущего взять и обижать. Давайте быстро сюда. Семейное фото. На память. Семейное фото. Редактор субтитров А.Семкин